МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 15 мая родились. Сергей Соловьев – историк и академик, автор 29-томного труда «История России с древнейших времен». Лауреат Нобелевской премии в области визиологии и медицины – Илья Мечников. Михаил Булгаков – советский писатель и драматург. В этот день 15 мая 1115 года был учрежден первый исконно русский православный праздник – День памяти благоверных князей Бориса и Глеба. Это произошло спустя ровно столетия после их гибели. 15 мая 1918 года в Москве открылась первая народная музыкальная школа. 15 мая 1867 года появился российский Красный Крест. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вплоть до 19 века абсолютное большинство благотворительных организаций в Европе и России были инициативой церкви. По мере развития общества совершенствовались и благотворительные организации. Кто-то занимался сиротами, кто-то нищими, кто-то тяжелобольными. Благотворителей появлялось все больше, казалось, человечество становится более гуманным, при этом войны приобретали все более жестокий характер, появлялось новое оружие, гибло больше людей. Идея создания нового общества Красного Креста, как считается, принадлежала швейцарскому писателю и предпринимателю Жану Андрею Дюнано. Он присутствовал при самом кровопролитном сражении Австро-Итало-Французской войны, битве при Сальферине, и поразился человеческим страданием. Дюнано писал пережитое в книге и вознамерился создать организацию, которая помогала бы всем страдающим, вне зависимости от их расы и восповедания принадлежности к той или иной воюющей стороне. В России Красный Крест официально появился благодаря императорскому указу в 1867 году. Однако это во многом формальность. Еще за десятилетия до указа императора Александра II на полях сражений Крымской войны действовала крестовоздвиженская община сестер милосердия. Шефство над ними взял выдающийся хирург Николай Пирогов. А основательницей стала великая княжна Елена Павловна, известная в стране благотворительница. Пирогов спустя полгода работы высказался о ее отряде так. Никто лучше женщин не может сочувствовать страданиям больного и окружить его попечениями, неизвестными, так сказать, несвойственными мужчинам. В общей сложности 342 сестры милосердия приехали на Крымскую войну. Все добровольно. Больше 20 из них погибли. Именно крестовоздвиженские сестры впечатлили основателя швейцарского Красного Креста Анри Дюнана. Он признавался, что существованием Красного Креста мы обязаны благородному примеру великой княгини Елены Павловны в деле оказания помощи раненым воинам во время Крымской войны. Таким образом, опираясь на утверждение основателя Красного Креста, справедливо сказать, что прообраз появился в России. Больше 12 лет прошло с тех пор, как сестринская община прибыла к стенам осажденного Севастополя, до появления крупнейшей международной организации в России. Такой вот курьез. Россия приняла передовое гуманистическое достижение Европы, взятое последней у России. Крестовоздвиженская община сестер милосердия и Российский Красный Крест 40 лет существовали и действовали независимо друг от друга, объединившись в 1894 году. Шефство над Российским Красным Крестом приняла супруга императора Мария Александровна. С этих пор установилась непродолжительная, прерванная 17-м годом традиция, участие августейших особ в деятельности Красного Креста. Последняя императрица, в будущем канонизированная Александра Федоровна, вместе с дочерями прошла курс сестринского дела и в годы войны работала в госпитале обычной сестрой. В это время делами на благо раненых и больных отметились не только государственные деятели, но и русская интеллигенция. Писатель Александр Куприн в годы Первой мировой передал свое имение в Гатчине под лазарет. Самый известный голос России Федор Шаляпин на свои средства открыл и содержал два лазарета. В советское время отметился Александр Вертинский, Андрей Сахаров и многие другие. Появившись как организация, помогающая раненым солдатам, Красный Крест деятельно участвовал в помощи богорельцам, больным, бедным, голодающим. Общее количество спасенных за полтора века работы подсчету не поддается. Сегодня в Российском Красном Кресте больше 800 тысяч добровольцев. И он работает не только в России, на всех континентах и вместе с членами Красного Креста из других стран.